Сегодня я хочу написать портрет Машеньки Сахаровой, моей предмладшей дочери. Сейчас вы ее увидите, итак картиночку вы видите на экране, там куст себе и куст, там какая-то яблоня по-моему у нас, видны маленькие яблочки, но мы из этого куста, яблоня большая склонилась, а мы из нее сделаем куст сирени. Фотоматериал хороший, позировала красиво, вот такой симпатичный ракурс, симпатичная затея деревенского портрета. Так, чтобы предпринять этот портрет, мне нужна грязь, грязь, грязь. Грязь красных разбелов я беру, беру английскую красную. Вот такой серенький цвет формируется, не только серенький, но и живописный, поскольку оба цвета противостоят друг другу. Один холодноват, другой жарковат. Побеливаю. Не кладу совсем в чистом виде. Вы видите, зеленоватость у меня ограничена красноватостью, а красноватость подбита зеленоватостью. Вот такое. Смотрите продолжение в следующей части. Как очень часто я это делаю, я избавляюсь сначала от белого. Ну как бы создаю такую имприматуру на холсте, на которую уже нанесем и дополнительный цвет и рисунок. Когда уже есть фоновое... Это один из классических путей набора картины. Это не значит, что я что-то придумал. Питаю вас сомнительной пищей. Это известный способ. Кто-то работает от линейного рисунка. Сначала наносит рисунок, потом как бы раскрашивает. Кто-то наносит сначала фоновую цветовую кашу грязного или порой и чистого цвета. Это может быть охра красная, это может быть чистая охра. И уже на этой грязце работает. Ну, мне нужно более грязноватое сейчас состояние цветов. На это, видите, время некоторое уходит. Правда, в это время особо думать не приходится. Это как гимнастика. Некий фитнес перед началом работы. Берем тряпку. В данном случае тряпка вот такого размера. Я ее не складываю, как девочки часто складывают тряпку. А сминаю в ком. Выдавливая из нее некую фигушку. Вот этой фигушкой я сейчас распределяю вещество по холсту, чтобы натеки краски не создавали неудобств в наборе уже более внятного цвета. Распределение вещества будет равномерное. И в нем будет довольно удобно работать. Вы видите, достаточно вкусный. Такой, как бы, немножко старинный цвет. Можете запомнить это сочетание. Либо окра красная, либо... Либо английская красная, и кто-нибудь из зеленых. Другой цвет у нас будет более пленерный. Это ультрамарин с краплаком. Эти цветики у нас помигивают, создавая эффект пленера. Вы видите, едва они появились. Сразу появилось настроение улицы. Они же будут и потемней, и посветлее. Тряпка прекрасный рисовальщик. И вы видите, как она справляется с идеей набора пятен. Особенно по вот этой акварельной мокрости холста. Коричневые могут прийти. Мятая среда куста будущей сирени. Продолжение следует... Очень смутный создаю рисунок. То есть такой, который едва различим. Но это хороший ход. Удобный ход. Удобный ход. Удобный ход. Удобный ход. Так, и, наконец, фигурка, платье, сиреневые оттенки. Грудь стремится к середине, чуть ниже, чуть ниже линии пересечения, поэтому от этого места я и пляшу. В этой части формата, форматы у нас практически совпадают с фотографичным, поэтому я смело раздаю пятна, исходя из пропорций формата там, которые у меня совпадают с форматом здесь. Темные партии наберем. Вы видите, тряпка-рисовальщик. У тряпки как бы широкий захват, плюс мокрость холста снизу, в подкладке, и довольно удобно, эффективно, быстро происходит набор. Мало того, этот набор не дает лишнего вещества на холст, что очень актуально, потому что чем больше краски мы сейчас наварим, тем труднее будет находить рисунок и уточнять рисунок. Эту же тряпку можно перевернуть на другую позицию и набрать цвет волос и головы. розовый-желтый, для начала в пользу розового. Несмотря на то, что головочка несколько желтит. Теневые в лице, в теле. розовят, а световые желтят. Преувеличенная краснота волос даст возможность на них положить желтость, блондинчатость, так, возьму теперь кисть. кудрявость листвы сирени. Соберу вот так рисунком. Просто стихийным кудрявым рисунком. То есть не то, чтобы я всматриваюсь сильно в рисунок, но так приблизительно обозначиваю для себя его вехи. Редактор субтитров Корректор С.Горелова Поскольку мы с вами затеваем импрессионистический мотив письма, то я задаю настроение, ритма мазочков. Забор, который под листьями виднеется, будет набран нарочитыми, вертикальными стайками мазков, которые будут создавать этот ритм. Отсюда остается продресс холста, то есть холст виднеется сквозь ритм этих мазочков. И создается импрессионистический эффект, основа которого цвет и ритм мазков. Живопись маслом любит работу от темного. Поэтому я в первую очередь наращиваю тенистые проявления рисунка, нежели чем светлистые. Вы видите, мазочки все не плотные и даже как бы наоборот прозрачные. Под ними виден предыдущий слой укладки. Используйтесь среди партнеров . Прыбком кремов объектов. Мерцание, 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 мерцание мазочков. Не торопимся сильно конкретизировать линейность обрисованности. Свет сквозь забор. Не финишный, видите, не финишный, еще цвет волос накладываю. То есть предполагаю еще высветлять. Прямо охрочку светлую беру и на ту грязцу цвета, которую я подложил, накладываю светлость. Делаю. Светлая бетра. Внутри. 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 Всюду мазочки прозрачные Несмотря на то, что вроде как цвет Агрессивный, но у меня остался И в подкладке осталась Холода, которые были набраны Начальник Никакой, вы видите, линейности рисунка Я не совершаю Только Только приблизительные пятна Немножко листьев в сирене наберем Такой тухловатенький цвет зеленого Берем Неактивный Сохраняя общую Гамму Картину Даже сиреневость цвета листов Очень даже будет уместно Создавая эффект пленера и воздуха Воздух синий Но не все будет так тускло Где-то выйдут Из этой мглы Тенистости Выйдут несколько листьев Нарядного Цвета Парижа Воздух 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы видите, как на этой тишине цветовой взыграло это место, это место, это место. Ну, то есть, как бы ключевые места картины. Продолжение следует... Предполагается, что куст большой, куст сирени. И цветочки... Прежде всего, растут на макушках этого куста, который уходит за пределы. И только чуть-чуть внизу, создавая романтик. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Доски можно в том числе порисовать, вырезая мастихином. Продолжение следует... Смайлик лица. Продолжение следует... 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 И создаю обилие замесов, красноватых, охрянных, коричневатых. Чтобы мне за каждой мелочью не создавать новый замес, а брать из уже имеющихся. Продолжение следует... 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 Некондиция, как все поступают, берут доски с этими, короче, не вполнированными заборками, как это у них называется. И мы покажем естественность заборных досок. Серебристый цвет. Из зеленых, красных, вот такой грязноватенький цветечек в разбиле смотрится красиво и естественно. Немножко и охрочки добавляю к этим разбилам. Субтитры создавал DimaTorzok Там за забором у нас несколько зеленит трава. И мы ее сейчас чуть-чуть тоже покажем. Как раз появится некое пространство там за забором. Зеленит трава. И здесь продолжение этой травы. От нее вверх. Получается так. Там снова строение какое-то. Оно вертикально. Площадка травяного покрова горизонтально. И создается здесь угол. Угол создается. А угол плоскостей обычно чуть темен. Поэтому мы подсунем туда темность. И будет выражена идея. Идея уходящего. Возьмемся наконец за рисунок. Платье более будительное. Воланы. Платье на фотографии очень смуглое. Я его стараюсь сделать средней тональности. Чтобы смуглыми стали тени. Платье на фотографии. Платье на фотографии. Платье на фотографии. Платье на фотографии. Платье с косточкой обозначим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кистью можно даже вращать, чтобы этот эффект усиливать... Продолжение следует... 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 Откажусь от идеи слишком мелких мазочков в платье чтобы крупность крупность предметного плана выразить поскольку и довольно крупные листья будут и пусть они все будут близкие по размеру мне кажется все таки так будет лучше поэтому меняю несколько меняю идею исполнительскую эти же красноты в тени вернее сиреневости в тени будут у нас несколько теплее как бы подразумевая некую прозрачность платья а заодно и прозрачность всего то есть все нежненько прозрачненько я не буду Чуть-чуть ручечка подвинется. Увеличится предплечье, чуть-чуть опустится, чтобы быть крупным. На касании к телу я красный подсовываю. И тогда более естественным выглядит это касание именно к телу. Имейте в виду, что касание тела к холодным лучше на этом касании краснотой чуть-чуть тюкнуть. Маленький элемент линейного рисунка, как бы обводящего рисунка. Маленький элемент линейного рисунка. Платье вроде как не имеет теплых звуков, но чтобы свет стал теплее, можно и тепленькими подыграть. Чтобы больше выразить идею света, чуть-чуть тепленькими. Подыгрываю. Маленький элемент линейного рисунка. Маленький элемент линейного рисунка. Маленький элемент линейного рисунка. Продолжение следует... Продолжение следует... Появляется, вернее, от рефлекса зеленых масс вокруг на волосы. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...